Андрей Андреевич, можете ли рассказать о человеке Улар Гесер? Это человек или звание, должность или конкретно историческая личность? В интернете не дает ответа, только в кино. Улар Гесер это мое духовное имя. Его мне дал в свое время патрул Далкар. И этот патрул Далкар это был человек из Китая, который сказал, что твое духовное имя Улар Гесер. Точно так же я вам дал ваши духовные имена, которые вы не должны говорить вслух до того момента, пока вы не станете учителем. Почему Улар и что такое Гесер? Гесер это король, Улар это птичек, которые есть в Тибете. Это такие как куропаточки или такие как перепелочки. Это маленькие такие птички. Почему такое имя у меня? Дело в том, что это дало мне со временем такую возможность, чтобы у меня появилось желание делиться информацией, которая связана с эзотерикой, волшебством, магией, с обычными людьми. Не только самому жить, как я живу. Не только зарабатывать на этом деньги, а делать это вот так безвозмездно для людей. Обычно люди, которые пишут, Дуйко он зарабатывает деньги и так далее. Скажите, как же я сегодня зарабатываю на вас деньги? Вы же пришли бесплатно. Слушайте это бесплатно и я вам бесплатно об этом всем рассказываю. И где же я заработал? Он зарабатывает на том, что люди смотрят его ютуб-канал. А я вас умоляю, я вас умоляю. Это настолько мизерные деньги. У меня есть бизнес, он меня кормит и в общем-то все хорошо в этом у меня смысле. Я не ставлю на первое место эзотерику, ну и не хаю ее и как бы не отталкиваю от себя. Получается на этом зарабатывать? Зарабатываю. Нет, не сильно расстраиваюсь. В своей жизни могу сказать, что будучи человеком, который может служить кому-то, имел ошибку служить людям из высшей исполнительной власти. Много лет работал на тех людей, которые решали вопросы, становились чьими-то там руководителями, становились депутатами, министрами. Поработал я даже с президентами некоторых стран и премьер-министрами. И знаю это все вот очень четко. Зарабатывал я на этом деньги, конечно же, да. Работал и как ясновидящий, и работал как там другой человек и так далее. Но могу сказать, что мне более приятно служить обычным людям, потому что я понимаю, что влияя на тех людей, изменить что-то невозможно. Почему? Потому что сам социум, который сражается, который бесконечно пессимистичен, создает образ тех людей, которые в этом пессимизме имеют как бы высший элемент власти. То есть они не могут привести людей в такое состояние, чтобы люди радостные были, оптимистичные. Поэтому они делают хуже, взрывают кого-нибудь, поджигают, стреляют и так далее. Делают теракты. Почему? Но как же эта система может работать, если вокруг одни пессимисты? Разве можно изменить пессимистов? Им нужно подыгрывать? Конечно, они должны это получать. Почему? У меня был такой человек, он со мной начал спорить и говорить, Андрей Андреевич, нет, оптимизм ни к чему не приводит и так далее. И мы были вместе тогда в бане, это было 18 лет назад. И там в бане человек один хотел мне предложить бизнес такой. И этот бизнес, это была консистенция такой определенного вида деготь кислый, который делается из молодых побегов ели. А я тогда медициной занимался и очень такой, очень едкий такой запах был вот этой консистенции. И он мне предложил эту консистенцию продавать, там заниматься и я решил там подумать и так далее. И у нас вот такой разговор в бане был, мы были три мужчины в бане. Я ему говорю, послушай, возьми сейчас вот этот деготь и намажь вот так себе под носом. Он намазал и потом мы искупались, вышли на улицу, я говорю, вот смотри, дыши сейчас. Он говорит, так воняет, что я ничего не чувствую. Потом принесли картошку, он ее начал есть, говорит, зачем ты мне сказал намазать нос дегтем? Теперь мне все воняет этим дегтем, я ничего не ощущаю. Я ему сказал, вот смотри, то, что у тебя под носом деготь не обозначает, что вокруг все плохо. Не говорит о том, что вокруг запахи все плохие, правильно? Это только ты ощущаешь плохой запах, а вокруг запахи хорошие. Просто ты из-за дегтя этого не способен ощущать прекрасные запахи, которые есть вокруг тебя. Вот смотри, картошка же вкусная, я ем, мне нравится, вот он ест, нравится. А тебе невкусная, потому что у тебя деготь под носом. Я тогда ему сказал, послушай, будь оптимистом, убери это деготь. Так люди, пессимисты, они даже во дворце грязь будут находить. Так человек, пессимист, он себе постоянно чем-то мажет глаза, нос, уши и находит во всем только самое плохое. У него прекрасного ничего не будет. Это люди зла, они переходят в вечное вот такое бесконечное зло. Зачем оно вам надо? Живите с надеждой, живите с радостью и, конечно же, живите с элементом веры. Вот то, что несмотря ни на что, для вас, а как у всех, не важно, а у вас будет все прекрасно, хорошо и быть добрым. О!